Ваши коллеги, я считаю, в полной мере, и личным опытом сегодня готовы с вами поделиться. И прежде чем мы начнем наш с вами разговор, хочу пожелать вам благотворной работы, надеясь на ваше активное сотрудничество и то, что наша встреча пройдет на позитиве, мы получим с вами, не побоюсь этого слова, удовольствие. Как вы готовы ли начать работу? Вижу нечеткая речь, сейчас попробуем поправиться. Как у вас настроение? Пожалуйста, просигнализируйте, готовы ли вы работать. Готовы? Все, тогда мы с вами приступаем. И мы сегодня с вами будем говорить об уроке постановки решения учебных задач на уроках обучения грамоте непосредственно на сиденье коллеги нового букваря. Он только выходит, актором которого является Елена Ивановна Матвеева. Обложки этого нового букваря вы видите сейчас на экране. И, конечно же, цель курса всего обучения грамоте, которая заложена в наш букварь, вы видите на экране, конечно же, это пропедевтика основных курсов русского языка и литературного чтения. И, конечно же, формирование основных кингвистических понятий и элементарных грамотностей. Сразу хочу отметить, что сейчас идет успешная апробация содержания букварей в московских школах и даже в городе Пенза. Мы с волнуем с Еленой Ивановной приходим на открытые уроки. Конечно, получаем огромное удовольствие от того содержания, которое мы видим на уроке, от реакции детей, учителей. И мы с уверенностью можем сказать, что апробация проходит успешно. Что особенно в наших букварях? Может быть, в прошлой встрече я уже об этом говорила, но сейчас я повторюсь. Все содержание нашего букваря выстроено по трем основным этапам. Первый этап совпадает с ведением в школьную жизнь. Ну, я думаю, что, коллеги, когда мы с вами работаем в первом классе, мы в этом периоде многое знаем и знаем, как важно этот период проводить. Основная цель, конечно же, это адаптация первоклассников к школьной жизни. И вот эти две недели, они очень важны, и они достаточно по-разному проходят. Дело в том, что, согласитесь, дети приходят в школу с целью уже учиться, а учебники еще в этот момент не достают. И что-то странное происходит, их мнение на уроке. И вот мы как раз вложили в букваре вот этот вот период двухнедельный, 15 уроков, которые позволят ребятам уже работать с буквариумом, уже продвигаться в изучении нового содержания, уже осваивать учебные действия, но при этом содержание аккуратно так, но готовят как раз к учебной деятельности на уроке. То есть вроде мы и по букваре работаем, и в то же время готовимся к учебной деятельности. Повторюсь, но легче педагогу уже все в едином содержании мы можем простроить полноценно неделю этого периода, точно 15 уроков уже на осмотрение педагога, он может быть либо разделить на две недели, либо в одну неделю включить. Следующий важный этап – это добуквенный период. Я думаю, что вы по названию самого периода можете понять особенности содержания, что буквы еще не вводятся в этот период, а мы с ребятами формируем как раз основные такие навыки работы со звуком, словом, предложением, текстом. Учим, ребят, выделять звуки, знакомим звуки в словах, знакомим с основными видами звуков, гласные согласные, учим их дифференцировать в словах, делить слова на слойки и так далее. Но более подробно мы с вами поговорим сегодня. Ну и третий этап – это буквенный период, уже непосредственно введение букв, формирование навыков чтения слов, слов, предложений и все остальные виды деятельности, связанные как раз с этим периодом. Что хочется отметить, что сейчас как раз наши школы апробируют, и по планированию апробации идет именно в первой части учебника, а именно до буквенного периода, и останавливаемся мы где-то уже, уже сейчас должны перейти к введению первых букв глаз. Но мы сегодня более подробно поговорим о самом, я считаю, сложном периоде, когда еще буквы не видены, как организовать работу в системно-деятельностном подходе при изучении таких важных понятий, как звук. Итак, конкретизируем тему нашей сегодняшней беседы. Мы поговорим об уроке постановки решения учебной задачи при изучении, при введении непосредственно понятия звука. Цели урока, данного урока, вы видите сейчас на экране. Я думаю, что согласитесь, что здесь какая может быть трудность понять звук уже у ребят на языке, они с ним знакомы, так как уже готовились к школе. Здесь возникает вопрос, как построить затруднения. Возможно ли вообще построение урока как открытие? Потому что открытие в чистом виде возможно. Я думаю, что вы со мной согласитесь. То есть, когда изучаемый материал детям вообще не знаком, а здесь уже кому-то знаком, кому-то нет. И вот сегодня моя задача показать вам на конкретном деле, даже при изучении по всему, что этот путь возможен. Урок открытия можно построить. Ну и, соответственно, раз мы говорим с вами о понятии звук, то, конечно же, в урок закладывается такая важная задача, как формировать умение интонировать звуки речи, выделять в словах звуки. Ну и, конечно же, дополнительная такая цель. Посмотрим с вами, где этот момент в уроке, когда основная все-таки задача другая, а как где найти место дополнительному содержанию, которое изучалось на предыдущих уроках. Это как умение составлять предложение по моделям. Здесь сразу хочу подчеркнуть, что на данном уроке понятие звука – это новое содержание, а к этому моменту уже знакомы такие понятия, как речь, слово, предложение, то, что предложение состоит из слов, слова в предложениях пишется раздельно, и введена модельная запись. Здесь, конечно же, может быть такой недостаток, но я это учту при построении следующих наших с вами встреч, о том, что если мы рассматриваем уже конкретный пример урока, включать содержание, которое детям уже знакомо, что было изучено на предыдущих уроках. Так мы с вами должны будем поработать. Вот на примере вашему вниманию сейчас предложен разворот буквариат. То есть как, для удобства, что особенного в нашем букваре? То, что учителю в помощь отбирать содержание для построения. Каждый разворот – это один урок. И вот изучите, пожалуйста, сейчас разворот, посвященный данной теме. Посмотрите, пожалуйста, вид заданий, которые иллюстрации. И, посмотрите, есть раздел из читариума с текстом, есть иллюстративный материал. Все задания разделены в горизонтальной линии, то есть они отделены друг от друга. И как раз рядом с каждым заданием есть пиктограммы, которые ориентируют на вид деятельности. И вот здесь какой вопрос возникает? Перед нами стоит задача – реализовывать системный деятельностный подход. И здесь, как, используя это содержание, мы можем это сделать. Как его построить? Каким должен быть урок? Каковы должны быть действия учителя? Какие должны быть этапы урока? Здесь вопрос такой. Прежде чем мы перейдем все-таки в строение урока, я хочу вам задать. Перед вами сейчас будет небольшая задачка. Рассмотрите, пожалуйста, ряд геометрических фигур. Изучите его и предложите. Какой, по вашему мнению, не хватает геометрической фигуры? И вы мне эту геометрическую фигуру, пожалуйста, прямо в чат запишите. Какую фигурку вы бы дополнили? Извините, я отвлекусь, пока я не вижу ваши ответы. Овал, квадрат, так, конус, треугольник. Спасибо большое, вы очень активны. Я думаю, что, смотрите, сколько версий. Я думаю, что прежде чем выбрать геометрическую фигуру, вы определяли какую-то сгономерность, правильно? И если вы тоже видите чат, вы видите, сколько разных вариантов. Даже луч выполняет. Так, а если я немножечко видоизменю? Вот так вот построю. А здесь какой фигурный 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 фигурный? К чему я включила такую задачу? Если мы говорим с вами про системный деятельностный подход, каждый из вас понимает его по-своему, у каждого свое представление. Вот как на предыдущем слайде, коллеги, я сейчас вернусь, вот как на этом слайде, у каждого из вас была своя законномерность, свое правило. Так же вы пока понимаете системный деятельностный подход со своей точки зрения и строите его так, как считаете нужно. Кто-то понимает через активизацию деятельности детей. Кто-то, может быть, понимает через включение определенных этапов учебной деятельности. Но как только, если мы с вами подводим определенную теоретическую основу, теоретическую базу, то мы с вами единого мнения. У нас с вами получается согласованная версия понимания того, как надо организовать системную деятельность. и вот здесь мы с вами, давайте согласуемся, какие важные этапы обязательно должны быть, если мы говорим о том, что мы хотим организовать именно правильно, правильный подход к организации вот как раз такого урока. Вот что нужно обязательно учесть. Обратите внимание, у нас с вами с левой стороны основные четыре этапа. Первый этап, это должна быть обязательно постановка задачи, либо проблема, проблематизация. То есть как раз мы должны подвести к тому, что какого-то знания не хватает. Соответственно, если стоит проблема или зафиксирована задача, другими словами, я скажу, должна быть организована работа по решению проблемы, по решению задачи. И как вы считаете, коллеги, кто должен решать эту задачу, если мы говорим про организацию деятельности, в подходах, кто должен открывать новые знания? Не вижу ваших ответов пока ученик, дети, вы совершенно правы. То есть не сам учитель в готовом виде, а все-таки дети. Индивидуально, в парах или в группах, но в открытии должны быть сами участвовать дети. Соответственно, если мы новое знание открыли, то это знание нужно научить ребят использовать в практике. То есть мы должны включать, организовать деятельность по закреплению. Ну и, конечно же, должен быть следующий этап, мы должны проконтролировать, насколько это действие, новый способ усвоен. Коллеги, а кто должен контролировать это, учитель или дети? На ваш взгляд, учитель сразу проведет самостоятельную контрольную работу? Я пишу правильный ответ, дети, конечно же, дети открыли новые знания, вы совершенно правы. Дети должны сами себя проверить. Учитель тоже наблюдает, смотрит, насколько дети усвоили знания для того, чтобы проверить самого себя, насколько был грамотно организован. Третий этап на нашем слайде – это применение, организовать тренинг по применению открытого способа. Если мы видим с вами, что большинство ребят, ну, 70% правильно организовали, ой, вернее, правильно использовали новый способ, извините, отвлеклась на час, то мы говорим о том, что этого этапа было достаточно. Если больше половины класса не научились принять новый способ, то тренинга недостаточно. Но мы об этом более подробно поговорим. Итак, вот эти наши четыре основных этапа. Как же их организовать на мере нашего содержания, на уроках обучения грамоте? Я очень надеюсь, что следующий наш материал, информация, о котором будем с вами говорить, это совершенно верный этап проверки, при классе здесь снова начат, вам пригодится в работе. Ну, мы, конечно же, начинаем наш урок, и наш урок начинается с такого этапа. Коллеги, как называется первый этап в уроке? Коллеги, не вижу как. Обычно вы называете, когда конструируете урок. Пока не вижу ваших ответов. Актуализация знания. Орг-момент. Вот организационный момент. Ну, конечно же, целеполагание, проблема. Ну, я думаю, что самый первый этап, да, вот, к сожалению, пока, может быть, самоопределение в деятельности замечательное название. Здорово. Техологический настрой. Верно. Я обычно называю как мотивация. Коллеги, конечно же, надо включать, он объединяет цели, это и включение в учебную деятельность, это подготовка, как раз настроение на активную работу, правильный психологический настрой должен создаваться. И Орг-момент тоже, организация, да, проверить, насколько дети приготовились к уроку. Ну, я всегда называю мотивацией в учебной деятельности. Как обычно проходит этот этап? Я не случайно с него начала, хотя на предыдущем стадии его не было. Он проходит по-разному. В данном случае вы видите два варианта. Обычно коллеги, которые долго работают в деятельности, в системе деятельности на парадигме, начинают урок с пословиц или без девизов. Вот вы можете сейчас как раз в зеленом, в таком закупленном прямоугольнике с ними познакомиться. В данном случае, посмотрите, как раз к чему подталкивают пословицы знаний. Как знания ценности. Согласитесь, коллеги. Вот такие ценности сейчас на такое время идёт, что за ценность принимают, такие, знаете, материальные блага. Особенно, ребята, новые игрушки, новые там какие-нибудь приобретения, денежки и так далее. А вот ценность как знания, к сожалению, уже в редких семьях поддерживают. А в данном случае, обратите внимание, если мы начинаем урок именно с этого, то как раз на грамотном, что самое главное, это такой момент, чтобы получить новые знания, новый способ на уроке. И вот чем чаще вы будете использовать, неважно на каких уроках, а вот то, что учение, знание лучше богатства, или это как раз тот инструмент, который позволит ребятам и всю остальную свою жизнь устроить на должном уровне, это, конечно, самое главное. А вот внизу вы видите пример другого приёма организации этого этапа, это использование такого стихотворного материала. Вот ознакомьтесь, пожалуйста, мне очень важно ваше мнение. Используете ли вы такие стихотворения в начале урока? Используется. Коллеги, насколько, по вашему мнению, вот это стихотворение подходит к нашему уроку. Вот посмотрите. Нет ли у вас желания его видоизменить? Коллеги, как вы считаете? Вот здесь надо, я вас призываю, к тому, что надо быть немножко аккуратнее. Дело в том, что, если мы говорим о формировании читательской культуры, и о том, что должно быть такой вкус к такой более классической литературе к стихотворению, то здесь надо, конечно, такие стихотворения немножко перерабатывать. Не всегда они уместны. Часто коллеги на первый этап мотивации приглашают сказочных героев, которые в силу активности на уроке потом про этих героев все забывают. Либо Винни-Бух с Буратино приходит, и именно у них возникают проблемы. Коллеги, проблема-то у сказочных героев, и мы, ребята, учаем, потому что надо решать чужие проблемы. Здесь очень надо быть аккуратным. Да, они могут появляться, эти герои, но они должны ставить центр внимания, надо отвлекать их, потому что все-таки самое главное мы должны сосредоточить на учебном процессе. И если героя мы возим, он должен работать. Если мы используем стихотворение, то оно должно быть грамотным и правильно составлено, и в то же время нацеливать на работу. То есть очень аккуратно. Достаточно, мне кажется, вот этот этап мотивации должен проходить одну-две минуты, никак не более. И обязательно этот этап должен быть настолько четким, грамотным и ни в коем случае не увязвительным. То есть если, согласитесь, учитель такой этап начинает достаточно спокойно, в таком, знаете, в расслабленном духе, там медленно все, то и у ребят будет точно такой же темп работы. Если учитель взволнован, он нервничает, это передаст и детям. Я думаю, что вы согласитесь, и ребята тоже начнут нервничать, все будет из рук валяться, и удовольствие от работы ники не получит. Поэтому будьте внимательны, должен быть четким, грамотным и нацеливать на работу. Опять же, согласитесь, если же мы будем с вами все время, начиная с первого класса, несмотря на то, что это первый класс, все время активизировать внимание ребят, такими классными штучками, как сказочные герои, путешествия, поиск вклада, то мы с вами отбегаем развитие производности. Да, учебная деятельность это достаточно трудное и монотонное занятие. К нему надо, конечно, проявлять внутреннее такое стремление, как слово «надо». надо работать, надо переломывать и настраиваться на эту работу. Поэтому мы же тоже себя в каких-то моментах заставляем работать, когда, допустим, нам не очень хочется, настроение не то, но надо, так надо. Поэтому ребята не включаются, они тоже должны также относиться к работе. Поэтому призываю вас очень аккуратно с этим этапом. Не увлекайтесь, используйте неру. Все должно быть уместным. Ну что, а вот как раз следующий этап урока, я думаю, что вы уже поняли, он называется актуализацией знаний. Я думаю, что вы согласитесь и сейчас определите цель этого этапа. Коллеги, цель – этап актуализации знаний. Как вы считаете, основная цель? Может быть, две цели. Не вижу пока ваших ответов, но раз мы говорим об актуализации, может, там выбираете. Так, выявить имеющиеся знания. Совершенно верно. Там кто-то клавиатуру не переключил. Повторение изучено. Совершенно верно. Конечно же, коллеги, ключевое слово будет повторить значимость, вспомнить материал. А вот теперь вопрос такой, что мы должны будем повторять? Смотрим про урок, деятельностно подходим. Что? Все подать будем повторять? Пройденный урок. Так, материал. Коллеги, вот здесь вот, конечно, при отборе содержания, для этапа актуализации знаний, очень важно понимать, включать именно тот материал, коллеги, вот подчеркну ключевую номеру, который необходим для изучения нового. Совершенно верно. Вот я вижу коллеги, которые прям так отвечают. То, что нам нужно для изучения нового материала, чтобы не уводить в сторону. Вот все остальное, то, что надо повторить, коллеги, конечно же, не маленькие, надо повторять все в системе. Это чуть-чуть попозже. Я вам скажу, где можно повторить. Здесь, конечно, очень важно. Здесь, если мы говорим о понятии звук, то, обратите внимание, я включила такую форму работы, как блиц-опрос. Что это за блиц-опрос? Вы видите, к примеру, те вопросы, которые у ребят должны, не побоюсь этого слова, откативать от зубов. То есть вы видите, какие понятия повторяются. Вы обратите внимание. Какие понятия? Что мы повторяем? За вот данный период, до буквы, понятия устной речи, письменной речи, что такое текст, обратите внимание, предложение, с чего стоит предложение, как пишут слова в предложении. Вот обратите внимание, вот она цепочка. Речь, текст, предложение, слова или слога. Вот они, эти понятия. Для чего это важно? Для чего я ввожу такую форму работы? Вот мне мой опыт подсказывает, что такие понятия должны быть у ребят уже в период обучения грамоте уже отработаны. Правил, как таковых, в обычных букварях нет. Я хочу отметить, что у нас в нашем букваре, Елена Ивановна предложила такую замечательную вещь, это введение эталонной записи грамотной страницы букваря. Вот в нашем развороте мы это сейчас не увидели, но в других приведениях таких понятий есть. опорные сигналы схемы. То есть дети, пролистывая букварь, родители вместе, могут систематически повторять те понятия, которые были изучены ранее. То есть есть куда обратиться. И вот здесь такие бит-сопросы, они как раз тренируют и повторяют знания. И согласитесь, что эти понятия нужны, потому что в этой цепочке окажется новое понятие звука. Какие особенности, какие я даю рекомендации приорганизации бит-сопросов. Вопросы должно быть не более шести, иначе мы, согласитесь со мной, мы внимание детей потеряем. Тут же отключится, потому что возрастные особенности такие смены деятельности должны быть. Тем более, про форму мы с нами сейчас поговорим, но идет диалоговая форма. Должен быть рабочий темп, и, конечно же, дети должны четкие правильные ответы дать. Если ребенок четкий ответ не дает, ну, значит, согласитесь, понятие не усвоено. Тем более, посмотрите, не указало место урока звук, значит, это середина первой части, то есть достаточно большой промежуток времени не пройден в изучении этих понятий. И как раз если ребенок путается, не может что-то сказать, что относится к устной ручи, что относится к письменной ручи, то есть что состоит в текст, значит, надо возвращаться эти понятия еще и заучи. Какова форма работы могут быть задеться вопросом? Конечно же, если все время учитель будет спрашивать детей, это не очень интересно. Какие бы формы выдать нашим коллегам? Если мы говорим, опять же, про то, что должны все-таки, если вопросы из урока в урок, они те же, то, в принципе, можно как организовать, чтобы побольше детей поучаствовало в ответах? Так, занятный вопрос, совершенно верно. Вот, а можно ли детей, как вы считаете, организовать в группе? Конечно, дети задавали. Аукцион, совершенно верно. Парная работа, замечательная форма работы. В группе можно? В группе отлично. Вот вы не поверите, мои идеи. Так, вот, смотрите, девчонки, мальчишки, отличные. Вот, смотрите, способ один, да, прием один, бит-запрос. А так как мы подключаем разные формы работы, ребятам эта форма работы будет известна, смотрите, они как-то здорово могут подключиться. Смотрите, прям, сидите, просто сидите, записывайте ваши предложения, истинные ложные высказывания, отлично. То есть, вопросы с ловушками, да, найти, какие могут быть проблемы. Смотрите, как можно разнообразить уроки до буквенного периода. И я думаю, что вы согласитесь, мы с вами можем добиться очень хороших результатов. И такие важные понятия, которые, к сожалению, ребят, ну, в силу, опять же, возраста, что идет огромный наплотный информация, могут быть забыты. Итак, вот мы с вами возвращаемся к нашему уроку. Мы провели бит-запрос по правилам, используя ваши замечательные формы, которые вы предлагаете, в таком хорошем рабочем состоянии, мы повторили. И вот эти понятия нам нужны, мы поняли вот как раз их взаимосвязь, цепочку, мы должны как раз прийти к тому, что пора, наверное, ставить проблему. И как я, какой прием я не спрашиваю? Обратите внимание. Мы, при этом, с основной проблемой, задаем такой важный вопрос. А из чего состоят слова? Смотрите, вроде тема уроку на своем языке, а вопрос я вот так ставлю. да, потому что, я думаю, вы согласитесь уже, я уже в начале нашей беседы говорила с вами, что дети приходят в первый класс с пониманием того, что слова состоят из букв, потому что детей к школе готовят. Их уже учат читать и в лучшем случае, я очень надеюсь, на качественную подготовку раскрывают, да, понятие звук, и кто-то уже из ребят уже пытаются удивить слова, собственно, на вот эти дницы звуковые. И раз мы, раз учитель задает такой интересный вопрос, из чего состоят слова, то уже большинство ребят уже могут сказать, чему будет посвящен урок. И уже формулируется тема урока, звуки. Вот здесь обратите внимание, что если вы в системе организуете уроки в деятельности в подходе, то ребята сами осваивают уже из урока в урок вот эти этапы учебной деятельности. А если у вас не предметное обучение в школе, и вы вот эти основные этапы реализуете и на других уроках, по другим предметам, то, конечно же, дети уже понимают, что зачем следует. И такое важное учебное действие как определение темы урока уже ребят уже в данном периоде, мне практика так уже на моей практике так произошло, что дети уже формулируют тему урока, они уже понимают, что такое звук. И так, тему мы спромулировали, ребята поняли, что такое звук, и у вас, я думаю, тоже возникает вопрос, как же будет строиться проблема, как мы будем работать. Мы предлагаем ребятам иллюстрацию. Да, вот, кстати, не остановилась, тема урока должна ли она фиксироваться на доске. Коллеги, вы смотрите, пожалуйста, из подготовки, ребят, если у вас клад из читающих детей, то тему можно фиксировать на доске. Это хорошо, эта тема нужна, нам будет, мы к ней вернемся обязательно на этапе рефлексии. Если дети не читающие, то тему формулируем и фиксируем в речи. И на доске, соответственно, можно не фиксировать. Итак, возвращаемся. Тема зафиксирована, спумулирована. На доске появляется изображение любого предмета. Я в данном случае взяла душевую предмет, это медведь. Я специально намеренно сейчас объясню, почему я выбрала именно этого героя. Задание будет следующее. надо ребятам определить, сколько звуков в этом слове. Коллеги, как вы думаете, вот картинка висит на доске, на экране, на интерактивной доске, как вы считаете, какие варианты могут дать дети? Задание такое, посчитать, сколько звуков в этом слове. Пять, так, могут посчитать, какие еще варианты могут быть? Могут стать два. Так. Коллеги, спасибо за ваше активное участие, здорово. Вот такие варианты, я тоже с вами соглашусь, разные варианты могут быть, потому что у ребят к данному моменту, так вы знаете, если они еще к школе готовились, они путают понятие звук, слог, гласный звук, согласный звук, а еще обратите внимание, медведь, сколько букв в этом слове. Мы запишем это слово, сколько букв в записи, коллеги, семь, да, семь букв, а звуков меньше. И вот, опять же, если некачественно шла подготовка к школе, ребят путаются между буквами и буквами, количеством звук и буквами. Вот так, в записи используются буквами и так. Как же зафиксировать проблемы? Во-первых, я думаю, что у вас возникнет вопрос, как ребята покажут количество, число звуков, да, как они отсигнализируют нам. Вот здесь могут быть разные варианты. Самый простой, когда ребята поднимают руки и учитель выборочно просит назвать, сколько у тебя, ну, какое количество у тебя. ребята, наверное, могут показать на пальцах кто-то карандашиком. Я очень люблю такой прием, как использование планшетов. Вы знаете, да, что это такое? Это картонки, на которых ребята пишут маркером. Если нет возможности купить планшетки или, допустим, вы не пользуетесь с ними, да, вот можно использовать вееры с цифрами, подсказывают коллеги, но если вееров под рукой с цифрами нет, или там кто-то здесь нет, я вам подсказываю самый простой способ. Вы берете лист бумаги А4, помещаете его в обычный файл и даете стирающий маркер. Все, планшетка готова, ребенок пишет маркером по файлу и показывает вам эту цифру. И обычной тряпочкой или губочкой стирает. Очень удобно, причем, знаете, я вот как раз в этот файл вставляла разлинованные листы, и ребята на файлах учатся писать буквы, это я тоже, когда пойдет буквенный период, с вами подробно об этом говорить, а здесь мы можем использовать совершенно верно либо веер с цифрами, либо вот как раз на файл с маркерами. И ребята показывают. И вот здесь такой момент, с чего начать, коллеги. Во-первых, почему важно того, чтобы каждый ребенок показал, чтобы каждый ребенок поучаствовал. Во-первых, постановка проблем в правом каждый ребенок это задание должен выполнить индивидуально. Каждый ребенок хочет показать, что у него есть результат, есть ответ. Ну да, если цифрки знают, да, потому что, когда мы сейчас мало, мы найдем редкий случай, когда ребята цифрки не знают, это про индивидуальные особенности мы с вами поговорим. Иди, с чего начать вариантов. Вот здесь как раз такой момент. Я всегда в своей практике как проверяю, я всегда прошу поднять ручки тех ребят, с них начинаю, у кого нет ответа. Вот на доске в этот момент я фиксирую либо прочерк, либо кружочек. Прочерк не люблю. Минус. Объясню, почему минус. Это какой-то знак, такое перецание очень несет негатив, не очень хороший. Поэтому просто я хочу поднять классы ребят, у которых нет ответа. Коллеги, это нормально, если нет ответа. Вот если ребята правильно понимают, что задание на затруднение дано именно для того, чтобы понять, что я не знаю, то ребята должны не бояться показывать, что нет ответа. Для этого я это задание собственно и даю. И ничего страшного в этом нет. Нет ответа. Не посчитали. Причины могут быть разные. Ну, не удалось посчитать. Далее я уже прошу ребят показать планшетки и показываю выписываю на доске те варианты, которые могут быть. В данном случае, конечно же, я предугадывала, какие варианты могут быть. Не все. Вы варианты как раз могли показать другие. Например, число 2, 3, практика подскажет. И так далее. Здесь некие такие варианты наиболее часто выбрала. Коллеги, извините, отвлекусь на чат, прочитаю. Не поняли, почему именно планшетки или белая маркерная доска. Белая маркерная доска, я ее и называю планшеткой, потому что планшет и планшет вот как-то в магазине так говорится. планшет какой-то. А так это белая маркерная доска. И самое главное, что ребята могут не бояться допустить ошибку и стирают. Коллеги, я поэтому например, какие-то вещи, даже диплом свой пишу, писала карандашом просто, потому что можно стереть. Но это моя индивидуальная остыня. Возвращаемся, коллеги, отвлекаюсь. Вот здесь, коллеги, смотрите, почему все-таки я начинаю с того, что у кого нет ответа. Если мы начнем с того, кто мог, кто может предъявить свой вариант, мы выписываем 6, 7 или 5, как вы считаете, поднимут ли в следующий раз руки эти дети, которых ответа не дали? Вот с психологической точки зрения, если все ребята не встретили никакого затруднения, поднимут ли они руки? Вот не вижу, пока, наверное, занятый вопрос на печатание. Нет, вот нет, правильно. кто-то может, да, ну, есть детки, которые поднимут. Моя практика показывает, что в таком случае дети не поднимут, они могут не поднять, потому что они побоятся. Как это так? А я что, из леса пришел, извините, может быть, а я что, хуже других? Вот они постесняются, побоятся. Напишут другое число. Вот, коллеги, обратите внимание, что здесь надо вот ребятам помочь смело, вот с них начинать, чтобы они не спрятались. Их сначала выявили, а потом уже все остальные варианты. Вот здесь все-таки, если мы говорим про этап постановки проблемы, то явная проблема как раз возникает у детей, которые не справились с этим заданием. Как посчитать звуки? здесь в вашей практике возникли вопрос, а как поставить проблему между теми людьми, перед теми людьми, которые посчитали, неважно, правильные или нет они показали, они посчитали звуки, они с проблемой, скажем так, не столкнулись. Знаете, я всегда привожу такой пример, у меня ребят, когда забирали на Олимпиаду в другой класс, их потом привозили, они приходили, говорят, о, у нас проблем не было, все замечательно, все хорошо, мы все задания решили. Когда приходят результаты инопиады, результаты другие. Но на тот момент дети уверены, что у них проблемы нет, как и здесь может быть. Неважно, ребенок 6 звуков написал, 7, либо 5, либо 2, он посчитал, проблем нет. Поэтому проблема будет несколько извне. Как? Смотрите, здесь, возможно, разные пути. Нет. Мы можем обратить внимание, ребят, на то, что получилось разное количество звуков, 6, 7 или 5, нам нужна с вами согласованная версия. Того, чтобы мы с вами все верно считали. То есть способы, вот мы подводим к тому, что нет способа подсчета звуков. Действительно, еще этого способа нет. Более явно, как поставить проблему? Учитель говорит ребятам. Ребят, смотрите, у нас с вами много получилось вариантов, но среди них есть один правильный. Слышите вопрос, коллеги, вот еще раз я повторю его. Учитель фиксирует, что среди вариантов на доске есть правильный. Дальше он обращается с вопросом к ребятам. Кто из вас может сказать, что именно его число правильное? Вот мои дети уже на данном периоде понимают, что если Александр Иванович спрашивает, кто точно знает, что его ответ правильный, значит, свой ответ он должен обосновать. А вот здесь вы понимаете, что значит обосновать? Он должен привести правило, которым он пользовался. И вот здесь вот ребята сталкиваются с такой проблемой, что правила для обоснования пока нет. Не открыто еще то правило, как считать звуки в слове, что нужно для этого сделать. И вот здесь ребята должны будут, у них немножечко цель такая, они должны будут открыть правила для обоснования своего ответа. подведу некий итог сказанного, как подвести ребят к тому, что не хватает правила. Для того, чтобы кто-то не справился с заданием, надо научиться выделять количество звука в словах, а другим ребятам тоже нужно это правило для того, чтобы они обосновывали свои действия, чтобы они понимали, чем они пользуются, как они получили человечество. И вот здесь мы переходим уже к литр, мы подвели к проблемке то, что нам неизвестен способ, которым мы должны действовать, чтобы выделять звуки в словах. И раз причина вот этого затруднения это с отсутствием этого способа. И мы здесь переходим как раз к формулированию целей на уроке. чему должны научиться. То есть причина нам способ неизвестен в делении подсчета звука в словах, значит мы должны поставить цель. Коллеги, перед вами сейчас очень интересная причина и цель. Дело в том, что это взаимосвязанные понятия. Цель всегда должна быть направлена на устранение причины. Вы себе даже где-то помните запишите. Причина всегда связана с тем, что я чего-то не знаю, не просто что-то, мне какой-то способ неизвестен. Иногда коллеги например фиксируют на уроках такую причину. Нам не хватило времени. Коллеги, ну я дам больше времени для этого, что проблемы не будет. если времени не хватает, то это связано с тем, что способ, которым ребята пользуются, он нерациональный. Нужен более рациональный способ. И вот здесь причина, раз я чего-то не знаю, значит цель моя будет такая, вот обратите внимание, сейчас как я помечаю этот красный кружок, со знаком вопроса, он перемещается в цель узнать. Итак, из причины рождается цель. Раз у нас причина, проблема была, мы не умеем выделять, мы не знаем способа выделения и подсчета звуков в словах, значит цель будет научиться открыть способ, научиться выделять и считать звуки в словах. Обратите внимание, коллеги, что пока к данному моменту мы букварь не открываем. А вот дальше, чтобы открыть этот способ, мы ищем средства, что может нам помочь. И вот здесь как раз нам поможет та волшебная книга, учебник, который позволит нам узнать новый способ. Здесь вот, коллеги, например, при таком построении урока мы подчеркиваем роль учебника. Учебник не просто средства, это та волшебная книга, в которой заложена новое знание, которое помогает нам что-то новое узнавать. Если мы что-то забыли, мы знаем куда посмотреть книгу. Если учебник, если учебник она недостаточна, мы можем посмотреть с вами любой другой справочник. Похоже, видите, как уже учебник, тоже помощник любой другой словарь. если мы понимаем и формируем у ребят вот эту значимость книги, учебника, словаря, другого справочника, энциклопедия, то как раз ребята будут совершенно по-другому относиться. Правильно воспринимать эти средства очень важно и любить соответственно. Итак, коллеги, цель узнать, повторяю, и вот здесь обратить внимание появляется главный вопрос, что нам может помочь. А поможет нам прежде всего книга. И вот тут мы открываем наш разворот. В данном случае дальше в процессе просмотра урока у нас с вами будут иллюстрированы в ходе уже в увеличенном виде задания с нашей страницы букваря, на которые вы можете обратить внимание. И вот здесь как раз первое задание. Обратите внимание на пиктограмму к этому заданию. Я думаю, что как раз сами видите вот этот значок уже показывает нам значение этого упражнения. Мы с помощью этого задания можем открыть что-то новое. Вот здесь мы для чего вспоминали в Блиц-турнере значение устной и письменной речи. Мы должны вспомнить, что звуки это то, что мы не можем увидеть. Мы можем только произнести и услышать. Это самое главное правило. Вот первый шаг к открытию. Как посчитать количество звука в слове? Так мы должны постараться по звуку это слово произнести. Здесь, конечно же, мы должны научить правильно интонировать звук в отдельности. Не как ребята называют в слове лампа в или эй в названии букв чтобы уходить от этого правильно л а и так далее. Т.е. четко выделять каждый звук. И посмотрите, появляется что нам подсказывает это упражнение. Какая форма запись звука появляется. Вот мы выделили словесом три звука. Значит, у нас под этой картинкой мы видим, что коллеги, посмотрите, пронизируйте, напишите, пожалуйста, Как мы обозначаем звуки в нашем буквальном языке? Каким знакомым? Ну, я думаю, что вы увидели, да, нижним подчеркиванием, черточкой, сколько, вот выделили звук, послушали его, записали черточку его, и потом количество черточек мы можем посчитать. И вот данное новое правило, мы его как раз с вами, мы видим, как мы его зафиксировали. Конечно же, в правиле очень много слов, мы его произносим устно, правило. Но оно нужно, мы его должны повторять. Но что важно, как, ну, фиксация обязательно нужна, иначе мы должны получить продукт открытия. Поэтому можно придумать вместе с ребятами какую-нибудь опорную схему, либо талон, либо знак. Тогда же, если мы с вами вот эту черточку запишем в красной рамке и разместим на стенде или на доске, это уже пойдет нам в плюс. И вот здесь, обратите внимание, уже на примере этого задания мы проверяем, сколько у нас звуков в слове «сонка», «зам» и в двух других словах, и уже сравниваем, находим одинаковые звуки в словах. И можем их соотнести с двойной такой стрелочкой. И как только, вот, еще раз пытаюсь, какое у нас открытие на этом уроке, о том, что мы должны произносить, как выделить звуки в слове. Вот он способ отчетливо, четко произносить каждый звук и фиксировать его, коллеги, фиксировать этот звук в черточку. Смотрите, и форма записи, да, перевод как раз в устной речи в такую знаковую, у нас новый знак появляется, и в то же время у нас алгоритмы двух шагов появляются. И вот после того, как новый способ открыт уже, мы можем вернуться, мы должны вернуться, коллеги, к заданию, которое вызвало у нас запрещение. Смотрите, какие мы можем использовать здесь формы записи, вернее, формы работы. Мы можем, как вы считаете, коллеги, вернуться, мы можем, наверное, фронтально организовать. Если уже поняли, что звуки надо записать черточкой, то, наверное, можно уже отпустить ребят в свободное плавание, и чтобы они в парах или в группах, собственно, провели деление этого слова на звуки фиксации и посчитали. И вот здесь, коллеги, так как появляется такая запись, появляется число 6, то здесь мы можем вернуться к тому, кто из ребят вообще был прав, и кто определил правильное количество звуков, они могут поднять руки. Но здесь другой вопрос. А вы можете теперь обосновать, что в слове медведь 6 звуков, они могут быть даны, что мы можем вам сказать? Есть правила, мы можем действительно с этими звуками поработать. Как раз мы можем сказать, чем мы пользовались. И у всех ребят будет единый способ вести при выполнении подобных заданий. Мы с вами идем далее, и когда новый способ открыт, мы с вами должны перейти к, соответственно, к закреплению способа нового, потренироваться в выделении, в подсчете количества звуков. Вот в данном случае, посмотрите, перед вами следующее задание из нашего буквы. Обратите внимание на кипотограммы. Определите, пожалуйста, какая форма работы подразумевается при выполнении этого задания. Что должны сделать ребята, и какая форма работы? Давайте первый вопрос. Какая форма работы? Ну, что вы увидите. Не вижу пока ваших ответов на форму. С вашего подзвонения буквально немножко подожду. Не вижу. Так. Так, в отнесении звуков. Ну, букв пока нет у коллеги. Звуков в словах. Форма работы парня. Вы совершенно верно определили. Действительно, пиктограмма подразумевает парную форму работы. Ребята должны работать как раз. И с отнесения звукового состава. Да. Двух пар слов. Дом. Дым. Дом. И том. Сравнить. Мы несколько забегаем вперед, потому что к данному моменту еще вот эти знаки у нас не введены, но слова сравнить надо. На что бы я хотела обратить ваше внимание. Как будет выглядеть задание? Ну, во-первых, действительно, соотносим звуковой состав двух пар слов. Знакомься с тем, что звуки могут быть обозначены даже вот такими моделями. Коллеги, обращу ваше внимание. Это такое неявное знакомство. Ни в коем случае мы не застряем сейчас. Внимание на звук обозначается черточкой. И, конечно же, мы организуем учебное сотрудничество. Вот здесь вот, коллеги, я бы хотела с вами обсудить некий такой момент по организации учебного сотрудничества. Перед вами такая схема. Не хочу ни в коем случае как-то затруднять ваше восприятие. Просто несколько слов, которые помогут вам организовывать парную групповую работу. Перед вами схема. Это методологическая схема. Как мы организуем общение друг с другом. Ну, во-первых, при взаимодействии у нас с вами всегда находится автор. Он обозначен, обратите внимание, фигурка 1, это оранжевая фигурка. Автор всегда несет некую информацию понимающую. Я думаю, что судя по тому, как назван нас второй герой, у него номер 2, он у нас должен понять информацию. Здесь обратите внимание, в этом две важные, два важных правила. Автор должен высказывать свою мысль так, чтобы понимающий его правильно понял. Соответственно, а понимающий должен в этот момент стараться правильно понять автора. Вот что самое сложное в взаимодействии? То, что понимающий, часто недослушав автора, начинает сразу высказывать свою неправильную мысль о коррекции слов, о своем несогласии. И сразу встает в позицию критика. Вот здесь мы должны с вами понимать, что понимающий переходит у нас сразу в фигурку номер 3. В случае того, что он не понимает, что он считает, что не согласен, надо изменить позицию. И вот здесь вот это взаимодействие трех лиц роли, коллеги. Как вы считаете, у нас с вами при организации работы в группах или в парах люди постоянно выполняют только роль автора или понимающего? Или они ролями меняют? Как вы считаете? Не вижу пока. Там меняются, совершенно верно. Меняются. И вот здесь вот, коллеги, согласитесь, вот в чем возникает, почему многие из нас с вами боятся групповой работы? Ну, потому что, когда мы вступаем в позиции критика, здесь вот такая конфликтная почва сразу возникает, особенно в таком возрасте, здесь, конечно, мы должны понимать, что может объединить и критик, и автор, и могут возникнуть спорные ситуации. Вот здесь, коллеги, я думаю, что вот эти роли, чтобы правильно ребята их выполняли, мы должны вводить уже правило, что понимающий должен убедиться в том, что он правильно понял автора. Для этого он должен задавать вопросы на понимание. Вот обратитесь, пожалуйста, коллеги, к своему опыту, когда вы сотрудничаете с коллегами или в других ситуациях, насколько вы контролируете, правильно ли вы поняли автора. Вот слова на понимание, да, правильно ли я поняла, что. Вот если мы не согласны, то, конечно же, мы должны правильно выбирать форму критики. И, например, у меня, коллеги, такое правило, я критику очень люблю, но я ее принимаю, если мне дают как минимум два пути по коррекции. Так можно изменить. Если вы только отрицаете, говорите, что я не права, я эту критику не приму. Подскажите, как бы вы сделали, как бы вы поступили. Иначе не стоит. Если же автор и критик уже такой спор возникает, то, конечно же, мы прибегаем к арбитру. Давайте с вами подумаем, кто может разрешить спор, если между ребятами спор возникает. Кто будет разрешить? Кто будет арбитром на уроке у нас с вами? Кто будет выполнять эту роль? Учитель. Совершенно верно. Коллеги, если учителя нет в данный момент, ребята спорят на переменке. Кто может быть, кроме учителя, арбитром? В первую очередь. Кому могут обратиться? Знающий ученик. Совершенно верно. А есть лидер, сильный ученик, которому доверяют. Старшеклассник. Ребята, мой коллег, извините, пожалуйста. А если ребята находятся вдвоем, и они действительно выполняют домашнее задание, у них возникает спор, например, между значением какого-нибудь слова, либо какого-то правила, либо закона. Куда они могут обратиться, чтобы проверить себя? Родители, а если взрослых нет у кого-то, они звонят в книгу. Совершенно верно. Средство, источник. Вот, посмотрите, мы с вами полностью согласны к знающему, да, к тому человеку, который уже для нас авторитет, который мы знаем, что он владеет эталонного варианта. Если нет у взрослого, либо учителя, мы действительно можем к справочнику, к книге, к учебнику, к интернету. С интернетом, коллеги, будьте внимательны, там тоже надо информацию перепроверять. Вот. Ну и, конечно же, коллеги, у нас должен быть еще организатор. Он извне. Организатор может быть находиться и внутри группы, и вне ее, по-разному. Вот, коллеги, вот эти пять ролей, которые действительно меняются, я думаю, что если вы используете, пожалуйста, этот слайд в своей работе, для понимания того, может быть, с ребятами вместе, в другой, в какой-то форме, познакомиться с тем, что вот они пять ролей, которые должны быть, и мы их выполняем. В зависимости от того, в какой роли мы находимся, такое правило мы должны соблюдать. И правильно мы должны выступать в позиции автора, быть правильными, коллеги, понимающими, быть правильными критиками, а не только потому, что арбитр, да, он должен быть правильным. Но он и так должен быть, но и мы тоже не должны этим его отставать. Тогда мы с вами будем получать результаты. Ну, идем дальше. Итак, вот про форму сотрудничества. Вот я вам показывала уже этапы содержания. Вот в адаптационном периоде мы, ребята, знакомы с формами работы, с правилами выполнения работы в паре, в группах, при организации взаимодействия. И уже ребятам знакомы к этому моменту основные правила. Что, конечно же, самое главное, что группа, каждый член группы работает на общий результат. Все вместе идут на результат. Никто у нас из ребят не должен оставаться в стороне. Каждый должен принимать участие. Правильно должно установлено быть контакты. Правильно надо слушать других. Выслушивать, не перебивать. Конечно же, стараться помогать тем, кто какое-то затруднение испытал. Поэтому это их взаимодействие. И обратите внимание, самое главное, что работа группы – это работа на общий результат. И вот с пониманием этих правил уже мы можем честно организовывать уже этап закрепления максимально эффективно. И организуя ребят именно в групповые формы или в парные формы, что каждый ребенок может поработать. И здесь, знаете, какой вопрос здесь не так. Вот даже я по урокам не делаю все-таки первый класс. Октябрь, ноябрь месяц. Рановато. Наборы тоже разные. Есть дети, которые достаточно активно принимают и уже достаточно организованно работают. Есть классы по набору, отличающиеся, извините за слово, но скажу, слабее, медленнее включаются. Почему-то групповая работа не идет. Тогда не войдите пока. Оставьте на них этап, пока позже не организуйте пока парную работу. В паре легче. Но здесь подчеркну такой момент, что иногда ребята откатываются работать в паре. Они чем ссылаются? Я с ним не дружу, это мальчик-девочка, он мне неприятен. Здесь все-таки уводите акцент дружу-недружу. Мы не дружить, садимся рядышком. Мы садимся работать. Мы тоже не выбираем коллег, с которым приходится работать. Ну, по возможности, конечно, если нам неприятно, мы можем уйти от этого. Но нам, если надо, то надо. Мы работаем. Поэтому здесь, например, я своих ребят, уводила, буду, не буду, хочу, не хочу, в другой уровень, что вы теперь уже ученики, вы должны уже работать, у вас цель немножко другая, вы должны получать результат, а уже эмоции отходим, вы взрослеете. И вот мне, например, это помогло. Поэтому вернусь опять же к своей рекомендации. Если по каким-то причинам у вас групповая работа не эффективно не идет, а вам можно получить результат, тогда вы больше используете парную работу, а потом постепенно вводите и работаете. Итак, что делать с нашим заданием? Коллеги, мы даем группам вот такие иллюстрации. Учебник можно закрыть и нужно в данный момент закрыть. Мы, можно распечатать иллюстрации, можно их отсканировать, вывести на экран, вот такими парами. Обязательно надо еще раз согласовать, что мы видим. Дом-ды, дом-том. И вот только после того, как мы согласовали, мы даем группу и ребятам задание, надо выделить в словах звуки, записать их открытым способом и сравнить их, найти, какими же звуками слова отличаются. Какая может быть запись? Запись может быть следующая. Вот в данном случае. Одинаковые звуки у нас соединяются двойной такой стрелкой. Можно ввести знак неравно. Можно вместе с ребятами ввести совершенно к другому знаку. Стрелочку перечеркивать, например. Но я думаю, что вы сейчас можете сами подключиться и ввести свой любой другой сигнал. Уже для самопроверки. Вот, ребята, в группах поработали. Дорогусь немножко. Как представить работу групп? Конечно же, вы можете своей рукой назначить, какая группа будет представлена. Другие группы методом дополнения. Может быть, самая первая группа, которая у вас закончила работу, будет представлять. Может быть, одна группа сравнит первые два слова, другая группа представит результат сравнения второй пары слов. На ваше усмотрение. То есть вы сами делаете на вооружение. Вы можете какую-то череду составить. Если у вас постоянный состав групп, то есть это не менее. Может быть, группа будет презентовать друг другу. Но, коллеги, группы должны представить свою работу. На одном уроке видела, когда учитель говорит, я прошла между группами, я послушала, как вы работаете, и я поняла, что каждая группа справилась с результатом. Мы переходим к следующему заданию. Вот этого быть не должно. Если вы даете задание, оно должно быть проверено. Вот вроде мы говорим с вами, как тематические вещи, как аксиумы, которые не надо объяснить, дополнить. Но, коллеги, в практике почему-то это случается. Поэтому я призываю к тому, чтобы вы грамотно, правильным, старались, качественным проводить именно групповую работу. Вот смотрите, когда дети в группах поработали, у нас с вами остается такой момент, он у меня всегда оставался, закрадывался, что группы-то напомнили, насколько все дети действительно работали, насколько каждый ребенок принимал участие. Если в группе 4 человека, конечно же, опасений будет меньше, а если в группе большие 5 или 6 человек, то опасений было бы больше. Чтобы все-таки каждый ребенок проговорил, а это очень важно, нужно перейти от групповой работы к парне. Вот парня работа быть должна, мы вам немного говорим. Дело в том, что именно в парне о работе ребята могут действительно проговорить друг другу. То есть такой очень важный момент, как интериоризация, перевод из внешнего плана действия во внутреннее присвоение. Для чего это еще важно? Дело в том, что даже в момент открытия не каждый ребенок действительно сделал открытие. Он может наблюдать, как ребята открывают новый список, он просто наблюдает. Он не открывает. Ну, по-разному причинам. То ли он себя чувствует, он не настроен, может быть, у него действительно навык открытия еще не сформировано, не сформировано вот это очень важное учебное действие. Поэтому в процессе проговаривания ребенок, то, что он сам не открыл, у него есть шанс присвоить. Помните, как вы не говорите, я его шесть раз проговорила, и уже поняла, вы никак не поймете. Так это из жизни не будет. Когда человек проговаривает, он понимает. То есть он себя слышит, и он идет на подход. Вот как организовать работу в парах на примере нашего задания. Вот вы видите, задание, буквально, оно состоит как-то из двух частей. Верхняя часть, нижняя часть. Вот верхняя часть, она остается на парах на работу. Когда дети должны, вы видите, к второй иллюстрации, вот это слово разложить на звук и записать с помощью черточек. Здесь еще вторая такая неплановая задача, как знакомство с таким грамматическим значением существительного, как число. Торт, торт. Тут еще и удаление. У нас, смотрите, много функциональных заданий. Глаз в глаза. И вот с верхней части ребята работают в парах. Вот какой алгоритм здесь? Здесь сначала ребята проговаривают друг к другу. Первый ребенок составляет модель, звуковой модель к слову торты. Соответственно, второй ребенок составляет модель к слову глаза. При этом они там четко. Я видела ваши комментарии, коллеги, что действительно это очень сложный момент. Не все дети сформированы в этом умении уделять отдельный звук, поэтому они должны тренироваться. Здесь, что точно я не пойму, и вы со мной согласитесь, если в классе будет идеальная тишина. Вот когда дети ставят ударение, выполняют фонетический разбор слова, должен быть шум. Вот у меня у многих коллег, у которых я была на уроках, у них тишина. Но быть не может. Звуки мы не услышим, пока их не произнесем. Поэтому шумок такой должен быть. И вот здесь ребята у нас попроговаривали, какая у них должна получиться запись. Вот такая. Коллеги, здесь, смотрите, они поговорили, запись, вопрос, где появляется эта запись, где дети работают. Логичный вопрос. Здесь правильно. Смотрите, могут работать, ребята, на планшетках, чтобы не заводить тетради. Ну а что они у нас будут, на этом грузе лежать? Подробные действия не появились, здесь мы можем работать. Можно завести тетрадочку напечатанную, но мы подразумеваем, с именованием, что у нас будут рабочие тетради. Вот мы в прописи закладываем, еще будет рабочая тетрадочка напечатанная букваря, где ребята могли бы выполнить это задание. И вот ребята в парах поработали, а потом проверяют свою работу по образцу, который готовит учитель. То есть учителя размещает под картинками торты схему, под глазами схему, и ребята сравнивают. Если ответ не совпал, дети ставят знак вопроса, если ответ совпал, знак плюс. И учителю на данном этапе, я думаю, что очень важно показать успешность. Помните, мы говорили с вами, проверка должна быть, дети должны проверить себя. Вот он, этот момент, они проверяют пока, но в совместную работу. Опять же, вопросы дает учитель. Кто, у кого есть несобходение, у кого есть знаки вопроса. Вот именно с этих деток мы должны начать. И учитель сразу проверяет, смотрит, где ошибка, почему ошибка, сколько таких ребят. Если же, опять же повторюсь, таких детей, ошибок, у которых по проверке собрасывать много, то здесь надо еще организовывать стримы по выделению фруктов, и созидательная работа по параметрам. А вот если больше плюс, то в парах вы поработали. Вот, удачно, успешно. А вот следующий момент такой, когда ребята уже в парах поработали, а ученик учится сам, он самостоятельно учится. Какой у него следующий шаг на уроке? Вот, следующий шаг на уроке будет связан с выполнением собственной самостоятельной работы. Это уже вторая часть задания. То есть уже дети самостоятельно, ни в парах, ни общались, составляют схему с картинкой птицы и скрипки. Дети самостоятельно, опять же, на планшетах, либо в тетрадочках, они составляют эту схему, и учителя дает образец, и сам образец. Также на доске размещает иллюстрации. Под иллюстрацией вы видите модели, и ребята фиксируют под каждой моделью, если совпало плюс, если не совпало, это в нашем образце. И вот здесь это ребята проверяют, насколько они научились выделять и считать инструкции в слове. И как учитель организует репрессивный средств? Он просит поднять руки тех ребят, сначала у которых есть несовпределение и знак вопроса, смотрит, сколько таких ребят, определяем причину. И здесь очень важно поставить цель на дальнейшем руке. То, что если знак вопроса возник, то надо потренироваться. Есть такой момент, а где мы будем тренироваться? Можно предложить несколько слов для такого разбора на дом. Ну, это, коллеги, аккуратно, да, потому что домашних заданий нет в первом классе. А если, допустим, есть желающие, могут потренироваться. А потом уже просим ребят, поднимем тех, у которых плюс у нас не стоит теми работы. Вот. И вот обратите внимание, открытие произошло, потренировались, проверили себя, и вот тут-то как раз, коллеги, наступает тот самый этап урока, где мы могли бы уже повторить то, что мы давно не повторяли. В данном случае, в нашем букваре, на предыдущих уроках, мы вводим модельную запись, стоп, обратите внимание, ребятам уже знакомы части речи. Как вы думаете, коллеги, какие? Напишите, пожалуйста, в форму, какие части речи ребятам уже знакомы. Судя по моделям. Мне интересно, определите вы или нет. Так, пока не написали. Ничего себе, подожди. Некоторые вот пока прокомментируют три предложения. Существительное, совершенно верно. Прилагательный глагол, предлог. Вот интересно, что же вам такое в наших моделях подсказывает? Существительное, может, разно выполнять синтаксическую роль, поэтому у нас просто авант. Да, и треугольничек у нас, это, конечно, антидорог. Коллеги, вот обратите внимание, вот это задание тоже, связано с работой с моделью, вот это очень важно, потому что это абстрактная запись, не все ребята готовы к этой записи. Какие формы работы могут быть? Коллеги, какой бы вы выбрали, пожалуйста, форму напишите, стандальную работу с моделью, либо в парах, либо в группах, либо индивидуальной. Вот этап все-таки, ну, скажем так, повторения, включения в систему знаний. Групповую. Вы можете цифркой выбрать, написать парную, главную. Индивидуальную, даже. Вы знаете, мне очень приятно видеть, что вы выбираете именно парную, групповую форму работы, потому что, во-первых, у ребят стресс, ну, уходит, снимается, во-вторых, они работают вместе, они общаются, еще раз применяют, вот как раз правила сотрудничества, и могут получить результат, приобрести, поднимают навык представления. Ну, конечно же, если вы ставите цель проверить ребят, насколько они составляют предложения, то, конечно, можно использовать визуальную форму. Здесь очень важно ребят прослушать, потому что они еще не пишут к этому моменту, не могут кто-то напечатать, да, словами предложения, но будет очень сложно. Прослушать интересно, потому что могут быть разные варианты. Здесь можно даже конкурс какой-то устроить и посмотреть, у кого какое предложение будет наиболее удачным. Ну, вот, поработав с моделью коллеги, мы потом переходим к важному этапу, появляется текст, смотрите, раздел читаем. Вот вы можете, сейчас я вам могу дать время посмотреть, какой интересный рассказ мы используем. Посмотрите, жанр действительно рассказ, текст с повествованием и описывается некая тримическая ситуация. То есть мы уже переходим к тексту, приобщаем ребят кругом, читайте, формируем читательский кругозор. Посмотрите, используются причины в наш букварь, такие тексты, которые могли бы заинтересовать в чтении. Вот как раз к этому вспоминает навык любовь к чтению. Здесь мы как раз можем использовать различные способы работы с литературным произведением. Кто, во-первых, у вас возникает вопрос, кто может прочитать, кто читает этот текст. Ну, конечно же, мы говорим о том, что у нас в классе всегда есть читающие дети. В первую очередь, кто? Учитель или читающие дети? Вот кому бы вы отдали, коллеги, предпочтение? Кто читать-то будет? Учитель или все-таки дети? Пока не вижу. Учитель вы читаете? Учитель. Образцовое чтение учителя. Так, дети. Но здесь уже, коллеги, на ваше усмотрение, мы об этом, конечно, тоже поговорим, о формах работы с литературным произведением, но если мы говорим про образцовое чтение, то ваша цель – это учитель, я бы, например, отдала все-таки бы, наверное, впочтение и читающим ребятам, чтобы они тоже почитали. Но в зависимости от того, какую задачу вы ставите. Поэтому у нас будет вебинар Елены Ивановны, она более детально говорит о работе с литературным произведением, как автор учебника и прекрасный методист, поэтому я приглашаю участвовать в ее вебинаре. И тогда у нас с вами и про образец читателя мы с вами поговорим на одном из следующих наших вебинаров. Но так как мы уже почитали, коллеги, я понимаю, что вы тоже устали, мы с вами переходим к очень важным этапам, коллеги, это к рефлексии. Чем должен обязательно заканчиваться урок, любой урок, коллеги, даже если не хватает времени, вы понимаете, что через 2-3 минуты у вас звонок, надо с вами уже завершать работу. Вот здесь вот, коллеги, по каким критериям дети должны оцениваться? Ну, во-первых, мы должны фиксировать, достигли мы поставленные цели на уроке или мы. Здесь должны быть, вот я вам сейчас на экране предлагаю те критерии, которые мы пользуемся с ребятами. Это лесенка, лесенка успеха. Самая меньшая лесенка, ступенька, цель у неё достигнута, вторая ступенька у нас цель достигнута, ну и затруднение, и третья ступенька цель достигнута, не затруднение. Вот коли-кчас, у меня ребята ставили, например, отметку на вторую ступеньку, ну и затруднение, я сразу просила ребят скоммулировать детей с другими. Я же должна понимать, чем надо на следующих уроках работать. Поэтому они у меня, ребята, собственно, так осознанно подходили к оцениванию. Можно использовать шкалы фиксации. Но мы говорим все-таки про первый класс, про период обучения грамотен. И вашему вниманию сейчас на слайде предложены эти средства, которые используют учителя на обычных уроках. Смотрите, все два корчика. Здесь, конечно, можно соответствовать каждого цвета определенному культуре. Но здесь в чем минус? Потому что ребенок может поставить себе, отметить красный, но у него нет проблем, у него цель достигла, но он любит красный цвет. И он будет показывать вам всегда красный цвет. Но хотя он соответствует другому критерию, что цель не достигнет. Здесь очень опасенность. То же самое раскрашивание кучков. Я ярко, красиво, не спорю, но с цветами аккуратно. Обратите внимание, вот гномик, у которого нет личика, и солнышко с тучками. Здесь тоже я не рекомендую использовать, и не использовала в своей практике. Объясню. Это связано с эмоциональным состоянием учеников. Если у него плохое настроение, а у него замечательно прошел урок, но он мог там поспорить в группе его мнения, не выслушавшие, либо он парень поработал, либо там по причинам, там, у него что-то ручка любимая сломала. У него сразу же это неплохое. И он не отреплексирует себя, и наоборот, разнестит там грустную нючика, либо там вообще тучка, солнышко полностью закроет у него. И он вам неправильно даст сигнал. А нам-то важно на этом этапе получить обратную связь, как прошла работа на уроке. Все ли получилось, все ли понятно, произошло ли отлично. Поэтому уходим, коллеги, от эмоционального состояния до ярко, красиво, замечательно. Но это уходит в сторону. Великие риски. Поэтому нам нужно с вами встречать рабочие моменты. Все-таки мы уже учили, мы уже учимся, мы работаем. Давайте мы вернемся к тому, с чему мы начинаем. Основная задача нашей с вами беседы была продемонстрировать, как реализовать истинный деятельный подход на примере содержания разворота букваря Елены Ивановой Матинской. Вот давайте мы сейчас поймем для себя. Вот еще раз рассмотрим иллюстрации. Все ли я задания проиллюстрировала, коллеги? Все ли задания были использованы? Те, кто с нами в начале нашего разговора, пожалуйста, сигнализируйте, кто отслеживал нашу работу, содержание нашего урока. Так, посмотрим все задания. Посмотрите, да, спасибо большое за сигнал. То есть мы ничего не пустим. Тогда я вам предлагаю сейчас себя отценить. Я вам предлагаю участвовать в рефлексе. Если вы считаете, что цель нашего разговора не достигла, то, пожалуйста, форум отразится в цифру 1. Если вы считаете, что цель достигнут, но есть некоторые затруднения, тогда цифру 2. И если цель достигнута затруднений, то поставьте, пожалуйста, цифру 3-4. Что-то появилось. Скажите, если вы ставили цифру 2, у вас какие-то есть затруднения. Может быть, вы их напишите в форум тогда, чтобы я понимала, на что нужно обратить внимание. Так приятно, сколько оно стоит. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Я хочу вам сказать большое спасибо за вашу работу. Я надеюсь, что наш материал был действительно полезен вам. И надеюсь на наши с вами продолжения встречи, на следующей встрече, которая стоит у нас в новом виде подробнее. Я желаю вам всего доброго. До свидания. Продолжение следует...